Эй, кожаный мешок, чуть-чуть фабрики не желаешь? Сейчас задача у меня стояла поставить зеленые микросхемы, но я думаю, что какая разница, сейчас их буду делать или потом, можно в принципе по очереди все вот это наклепать, то есть, что тут у нас? Короче, вот этот ресурс, вот этот ресурс, сталь и зеленые схемы. Тут у нас опять же получается кварц и кремний. Вот, кварц у нас сделается из песка. Кремний у нас, фильтрация песка, мне это пока не интересно. Кварц можно пока самый простой поставить, из песка песок придется собирать. Кремний у нас делается из кварц, то есть, соседний нужно будет поставить. И вот эти схемы сейчас, я думаю, что нужно будет рассчитать. И здесь что-то не написано, где у нас песок делается, точнее, кварц делается. В чем? Скорее всего, в заводе, в обычном, то есть, в ассемблере. Здесь, ведь я его делал, ведь. Ну да, здесь он у меня производится. И опять же, придется избыточный камень, который тут будет получаться, вырабатывать песок и направлять обратно. Так что, эту схему я сейчас соберу. Не знаю, сколько там мне потребуется кварца из песка, а песок я, наверное, подключу из какого-нибудь из месторождения. Вот здесь вот у меня песок был. Песок есть вот в этом месте, но я пока его подключать не хочу. Подключу, наверное, песок, который на стартовой базе, 83 тысячи. Соответственно, мне для схемы понадобятся обычные ассемблеры, манипуляторы, ну и там дальше печки какие-то, которые идут в процессе. Так, кварц. Друзья, здесь у нас... А, я понял, да. Кремни ведь у нас делается в обычных печках. Ну хорошо, печки у меня вроде как в наличии имеются. Если нет, то придется их сейчас забрать. Мне в любом случае сейчас нужно еще несколько складов сделать будет. Поэтому мне нужны будут ресурсы. Один склад заказываю, на следующий склад у меня не хватает балок. Балки сейчас придется забрать. Так, и мне нужны печки. Поэтому давайте отправимся на Мол. Блин. Надо бы, конечно... Вот сюда вот я, наверное, доеду. Пальцем показываю. Тут место, чтобы никому не мешать. С контролом просто жмякаем вот сюда вот, и поезд поехал. Получается, у нас временная станция. Вообще, эти временные станции, конечно, удобная фишка. Все, и в этом месте... Да, поезд тут немножко, наверное, мешать будет. Давайте-ка, ручной режим. Ой, черт с ним. Пускай стоит. Тут все равно все поезда по внешней линии ездят. Так что он тут никому мешать не будет. Раз поезда едут по внешней линии... Так, а здесь поезда едут... Блин, а здесь я не помню, по какой они едут. По внутренней или по внешней. Вот так вот сделаем. Все, сейчас точно никому мешать не буду. Сейчас нужно забрать балки. Балки у меня имеются вот в этом ящике. Так, два, три, четыре. И кончилась сталь. За сталью придется тогда, наверное, ехать на базу. Мне это сейчас делать неохота. Я пока что заберу просто печки и разверну производство кварца кремния. Так, печки у нас здесь лежат. Я не думаю, что там мне какое-то конское количество этих печек потребуется. Да, ну вот на зеленые... Хотя и зеленые схемы здесь тоже уже накопились. Все, у меня в целом в этом потребности нет. Сейчас моя задача все это развернуть оперативно и выходить в нефтянку. Как раз таки то, что мне нужно. Блин, единственное, что, может быть, мне сейчас не хватит быстрых манипуляторов. Но возвращаться мне неохот. Потом, если что, еще приеду сюда. Вообще, здесь надо бы, конечно, какой-то технический въезд сделать. Ладно. Все равно придется вернуться. Давай сюда. Блин, тут временная станция не до конца дошла. Пришлось подождать немножко. Так, сюда. Да, здесь вроде мы никого не блокируем. Поезда как раз по внешне будут ездить, потому что переезд есть вверх. А я заберу сейчас синий манипулятор. Тут бы надо, конечно, все бетонием застелить, чтобы персонаж побыстрее в мол бегал. Может быть, это я скоро и сделаю. Итак, забрала манипуляторы. Можно со смелой душой. Со спокойной душой, точнее. Причем не смело. Со спокойной душой можно ехать и разворачивать наш цеха. Цеха у меня будут разворачиваться где-то в этих местах. Так что поехали. Да, но песок, конечно, придется слегка подключить. Слегка протянуть ленту. Блин. Так-то, конечно, надо бы большое месторождение лучше подключать. Потому что тут все равно еще и золото потом пойдет. Все остальное. Так, что у нас насчет атак? С атаками вроде пока все спокойно. Улья потихонечку продолжает. Сколько, кстати, факторов эволюции? 0,63. Пока что держимся. Ой, чуть-чуть. Да, здесь беда, конечно, вот с этим совсем будет. Потому что сейчас лес надо будет выпиливать. И у меня практически не осталось технологий, которые я могу исследовать. Потому что у меня банок нет. Хорошо, давайте какую-нибудь вот эту хрень можно было. За персонажем дронов. Вообще, это ведь военные дроны. Боевые. Я боевыми дронами не пользуюсь. Поэтому смысла не вижу их изучать. Больше мне изучать нечего. Соответственно, я ничего еще изучать не буду. Пускай немножко экономится ресурс. Так, а тут мне нужно все это выпилить. Здесь у нас схема будет, опять же, кварц. Кварца. Я не знаю, сколько мне производства этого кварца потребуется. Давайте-ка посмотрим старую схему, которая у меня была. Блин, термиты ломают железную дорогу. Почему оно так? Какого хрена вообще? Тут бред какой-то. Не знаю, мне это вообще непонятно. Все, починили. Короче, надо их накинуть. Этих термитов. И залезть в планировщик. Смотреть, что там получится. Ну, блин, вот это разламывание. Это, конечно, капец. Разламывание конструкции. Так, планировщик. Где-то я здесь и сталь смотрел уже. Для того, чтобы производить. Может быть, от стали плясать? Потому что... Тут так-то достаточно быстро она делается. Либо делать все эмпирически. То есть, поставить, к примеру... Давайте попробуем... 40 заводов сделать. Они требуют 3,56. На вход мы получаем... Точнее, на выход мы получаем 4 стали. В секунду. На вход мы получаем 5,34. 5,34. Да, я думаю, пока что 4 сборочных автомата достаточно будет. Тут не надо ничего мудрить. Какой-то какой-то мега-перерасход делать. Смысла в этом нет никакого. 4 автомата. И на выход у нас камень пойдет. И камень будет перерабатываться, опять же, в одном сборочном автомате. Так что, этого вполне хватит. Схема будет примерно, наверное... Так, давайте я для начала здесь поставлю... Станцию запроса. Так, и станцию снабжения. Станция запроса. Станция снабжения. Надеюсь, у меня материала хватит на все на это дело. Так, и это хозяйство можно подключить к электросети. Сюда и сюда. О, тут прямо напрямую можно подключиться. Так, это значит сделали. Здесь у нас запрос пойдет на... Так. Кварц у нас ведь делается исключительно в станках, поэтому здесь уголь не нужен. Поэтому запрашивать можно только песок. Песок в количестве... Не знаю там сколько. Пускай тоже минус 8 тысяч будет. Станцию можно включить. Песка у нас в сети нет. Поэтому можно пока дождаться. Теперь включаем сетку, чтобы просто определиться, где у нас все должно быть. И начинаем накидывать схему. Допустим. Раз, два, три. Четыре. Здесь у нас идет кварц. Кварц из песка. Кварц из песка. Излишек. Кварц и камень. Камень нужно отфильтровать и направить взад, чтобы подать... Чтобы получить обратно песок. Допустим, песок будет производиться у нас где-то здесь. Из камня. Выгружать эти ребята будут... Так. Давайте сначала подачу оформим. Здесь будет подаваться песок. Я схему эту потом еще переставлю. Так. Тут подается песок. Опять же, нужно его через разделитель сделать. То есть, вначале приоритет входа должен быть... Нет. Здесь подается... Да, здесь подается песок. Приоритет входа должен быть справа. То есть, манипулятор у нас выгружает вот сюда. Вот. А отсюда у нас... Вот так. Отсюда у нас поступает песок из этого бачка. То есть, в любом случае, вначале песок отсюда уйдет. Даже можно для страховки... Вот сюда вот его поставить. Вот так, чтобы тут небольшой буферок был. Песок дальше. Две секунды. Здесь, чтобы ничего не рассчитывать, не заморачиваться, я поставлю синий манипулятор. Вот так. Ничего считать, мне неохота. Схема в целом... Она может размыштабироваться, потому что... Потому что вот здесь по производству, насколько я помню, там 0 с копейками заводов было. 0,67 в секунду получается излишков с 4 заводов. Можно еще больше увеличить. А данный сборочник требует 1 в секунду. То есть, запас у нас есть. Можно еще, наверное, 5 было бы поставить сюда. Но этого делать не буду, смысла нет. И дальше эту схему можно размножать сколько угодно. Поперек, например, вот так. Тут, тем более, озеро мешается. И выгружать готовый продукт. Они будут куда-то в эту сторону, в обратку. То есть, сюда у нас опять же будет выходить кварц. И мне нужно сейчас отфильтровать будет камень и кварц. Так, камень пойдет направо. Кстати. Блин, некоторая сложность может быть. Давайте вот так вот сделаю приоритет входа вправо, чтобы перестраховаться просто. А тут буду я выгружать сундук и из сундука манипулятором. Потому что я боюсь, что могут некоторые сложности возникнуть с переполнением. Мне этого нафиг не надо. А вот это нужно сместить. Вот сюда вот. Вот. Примерно пока что такая схема будет. Даже, наверное, здесь, чтобы лишнего не делать. Вот. Мне все равно придется ее развернуть, эту схему. То есть, с песком разобрались. Список подается сюда. Поехал. Получился кварц. Здесь у нас выход вправо. Фильтруем камень. И точно так же через сундук, чтобы не было переполнения. Можно забирать даже, наверное, синим манипулятором. И направить это сюда. Эта схема достаточна будет. Я надеюсь. В крайнем случае, можно поставить красный манипулятор. И схему эту продлить. Очень сильно. И на переработку поставить два вот таких вот завода. На производство песка. Но пока что это просто бессмысленно. И нафиг. Забейте, в общем, на это. Да и я забью. Так. А тут ленту. Схему можно немножко перекомпоновать. Сделать вот так. Приоритет выхода. Вправо. Нет, влево. Приоритет выхода влево. И фильтр камень. То есть, камень не выходит. А тут подземным. Забираем. И тут, кстати, надо то же самое сделать. Пошла уже оптимизация схемы. Так. Выход сюда. А тут вход идет вот таким образом. Это значит точно так же меняем. Приоритет входа влево. Приоритет входа влево. Камень. Точнее, песок. Так. А сам песок заходит сюда. Здесь. Делаем так. Тут делаем выход. Все. Готова у нас схема. Ее нужно сейчас скопировать. И поставить где-то здесь с краю. Так. Давайте-ка сначала вот так сделаю. Сейчас нужно определиться, сколько схем влезет в этот блок. Раз. Два. Три. Четыре. И. Четыре не влезает. Значит, можно на четыре клетки схему эту сдвинуть. Тогда вот это вырезаем. За ненадобность. Сюда. Лес нужно выпилить. Лес мне тут не нужен. Так. Эту схему вырезаем на X. И отступив четыре клетки, можно в целом ее вот сюда отбахнуть. Все. Готова у нас схема. Эту я тогда выпиливаю. Она тут не нужна. Все равно здесь повторяется. Включаем наноботов. И нужно будет сейчас подачу ресурсов сделать сюда и готовый продукт опять же в ящик, вот в этот нижний направить. Итак, давайте расставим. Сделаем коммутацию. Я тут забыл еще столбы поставить. Но со столбами тут совсем никаких проблем. Один столб сюда, второй куда-нибудь сюда. И дальше это можно где-нибудь, где-нибудь как-нибудь подключить. Так, готово. Значит, песок подается слева. Песок у нас переводится вот в этот бачок. Можно сразу сделать вот такой вот выход. Тут это вообще за глаза этого песка. По крайней мере сейчас. Что будет потом, я не знаю. Будем действовать по обстоятельствам. И схему, если что, я буду тоже по обстоятельствам перерабатывать. Сюда у нас привозится только песок, поэтому фильтр можно не ставить. И выход кварца. Так, камень. Сок кварца. Выход кварца пойдет в ящик. Вот в этот вот. Так, тут нужно сделать подземный. Так, все, видите. Сейчас нужно будет еще песок направить в сеть. Потому что сейчас песка в лтн-сети нет. Итак, готова у нас схема, которая будет производить у нас кварц. Кремний будет, значит, по соседству стоять. Так, кварц. Все, надеюсь, я ничего не перепутал. Если перепутал, немножко потом дебага сделаю. Здесь в целом все должно успевать. Тут можно даже вот так поставить. Приоритет. Да, все нормально. Ладно, поехали отсюда. Смысл тут. Делать тут больше нечего. Смысл ловить никакого в этом не надо. Так, насчет песка, значит. Песок, песок, песок. Да, большое пятно здесь сверху. Одно пятно у нас на базе, которое нужно выработать. Но на базе пятно... Ну, блин, его в любом случае нужно отсюда убрать, это пятно. Поэтому нужно будет сейчас станцию поставить. Где-то. Либо можно сделать следующее. Я песок отсюда направлю вот в этот бачок. Он все равно здесь всякий ресурс наполняет. Да, я так и сделаю. Песок направлю в тот бачок, потому что этот песок просто нужно убрать отсюда. А дальше песок можно будет вот сюда перекинуть. Поезд направляем... Блин, здесь надо какую-то сервисную станцию сделать. Да, уезжать вообще неудобно. Блин, игра. Давай сюда. Пока что там я не думаю, что сервис слишком много требуется. сервисную станцию нужно сделать. Иначе мне сейчас тут кататься много придется. По моей базе. Не хотелось бы мне тут куда-то... В какие-то огороды заезжать. Совершенно. Хорошо, ты пока здесь стой. Ну, заодно здесь можно железную дорогу расставить. Точнее, перекресток. Кстати, где-то здесь можно было бы сервисную станцию сделать. Я так думаю. Иначе у меня потом это все аукнется и придется колхозить какую-то фигню. А это мне не хочется. Совершенно неохота. Давай уже. Собирайся, пожалуйста. Так. Здесь. Нужно доделать заново. Топ-контент вообще собирать, но на ботами какие-то перекрестки железнодорожные. Блин, что поделать. Такова игра. Надо вообще на этот случай запасаться, наверное, какими-то анекдотами. Сидеть, троить тут байки всякие разные. Пока дроны это все собирают. Что дроны пока что все это медленно делают. Ну, всяко быстрее, чем я бы руками это делал. Да и ошибок никаких не происходит. Что руками по-любому ошибки будут. Опять у нас атака снизу была. 13. 13. 7. 9. Надо сюда, точнее туда. Ну, вот сюда, пальцем показываю. Железную дорогу проложить будет. Чтобы можно было оперативно к рубежам к нашим добираться. Потому что... А, еще и здесь атака пошла. И сюда тоже нужно железную дорогу будет проложить. Сделаю автоматизацию производства всего основного. И, наверное, прокину. А, кстати, сервисную станцию можно где-то вот здесь, наверное, сделать. И выезд вот сюда. Давайте сразу, чтобы не откладывать. О, поезда катаются. Тут у них разворот, видимо, такой хитрый получается. Блин, не очень хорошая идея сюда выезжать. Потому что... Если здесь станция занята и тут занята, этому поезду не выехать будет. Выезд нужно делать куда-то вот в это место. Ну, в любом случае, мне нужно вот это разбомбить сейчас. Так. Убираем. А здесь... Можно сделать вот так. Эту железную дорогу нужно убрать. Потому что выезд должен с каких-то из этих путей проходить. Так, убираем. По внешнему или по внутреннему. Сути... Точнее, разницы никакой нет, по какому по внешнему или по внутренней дороге. Так. Это значит, делаем сюда. Это делаем сюда. Тут надо все ограничить светофорами, чтобы перестраховку лишнюю сделать. Так. Это выводим сюда. Здесь. Светофор. Тут светофор. Здесь светофор. Все. Вроде никаких проблем здесь быть не должно. Так. Турельку убираем. Сейчас, может быть, даже и разворот будет вот здесь по этому пути происходить. Ну, кстати, чтобы поезда могли разворачиваться, можно еще одно временное решение сделать. Нет ничего более постоянного, чем временное. Вот, вот так вот я сделал. Чтобы сервисная станция все-таки вот эта была. Господи. Чуть в штаны не наложил вот этих поездов. Одной рельсин не хватило просто буквально. Во, все. Так. Размечаем эту, размечаем. Здесь. Можно убрать. Все, сойдет. С пивом потянет. На колхозе или фигни какой-то. Я чуть позже это уберу все. Просто сейчас нужно это переставить было. Ну, понимаете. Все мы, конечно, любим колхозь-огородь. Так. И мне сейчас нужно песок подать. Все-таки вот этот бачок. Чтобы нормальное производство вот этого всего сделать. Потому что здесь уже такая неплохая линия получается. Так, песок у нас будет заходить по ленте сверху. Вот здесь. Так. Ставим погрузчик. И традиционно зеленая лента. Пока песка у нас... Так, давайте я копию сделаю. До тех пор, пока песка меньше... Можно даже 4000 поставить. Меньше 4000. О, филиканье пошло. Ну, трейн. Поездов не хватает. У меня, кстати, еще ведь два состава не поставлены в депо. Надо будет воткнуть. Тут они довольно активно ездят. Да, скоро понадобится еще больше поездов. Откуда у меня должен песок выходить? Вот в чем вопрос. Может быть отсюда? Направить мне здесь неудобно. Так. Пойдет лента вот сюда, повернет налево, снизу. И вот так. Пальцем показывает, да? Вот так вот. Лампочка здесь. Лента у нас идет сюда. Какая-то такая импровизированная шина получается. Она вроде и шина, а с другой стороны на шину это совсем не похоже. Ненавижу вот такие ситуации, когда вот-вот-вот такие вот пересечения делаются. Они так мерзко выглядят. Ладно, хрен с тобой. Но все, не так, как должно быть просто. У меня кончились ленты, но здесь ленты запасные имеются. Так, сюда, туда. Замечательно, еще на котейку заехали. Печенье. Вот видишь, у тебя сейчас будет лента гладить сверху. По ушам прям. Так, тут песок поедет по этой дорожке. И вот сюда налево. Здесь, значит... Тут вот это надо все разобрать. И отвод песка сделать налево сюда. Пока что временно. Потом это все я разберу. Так, делаем здесь. Кстати. Давайте-ка немножко еще оптимизации сделаем. Это надо убрать. Добывалки. Серия такая будет, про оптимизацию всякого разного. Одна добывалка вот сюда, чтобы остатки железной руды просто выкопать. Вторая добывалка вот сюда. Справа в углу пальцем показываю, рисует, какой ресурс будет добываться. Ну и в каком количестве. Так что это все будет выработано. А под песок... Эти столбы надо разобрать, чтобы они не мешали. Лампа. Ну, песок сейчас покроем тогда бурами. Итак, песочные буры. Один сюда, второй сюда. Сюда один. Так, нет. Тут будет она мешаться. Бур сюда. Вот так вот. Пускай будет. Здесь. Все. Полностью месторождение покрыто бурами, песочное. Тут нужно будет ответвление сделать в сторону. То есть поставить сплиттер. Вот сюда. Приоритет выхода влево. И этот сплиттер направить вот в это место. Так. Сюда идет песок. Вот это все. Тут, в принципе, можно не балансировать. Оно и так все будет вырабатываться. Хотя... Не, отсутствие балансировки – это плохая идея. Давайте все-таки сделаем. Балансер. Так. Пускай вот так вот пойдет. Остаток песка нужно скинуть. Блин, нет. Я тут с кнопкой Z буду долго скинуть. Потом в ящик слева скину. А тут нам нужно поставить стол. Все. Выработку песка мы сделали. Так. Что у нас задача? Цех на кварц. Готов у нас. Остался цех на кремний, на сталь, на зеленые схемы, кислота. И можно, наконец-то, будет в банки пойти. Так. Наконец-то пойти в банки. Сейчас надо остатки скинуть. И посчитать еще, что по ресурсам нам потребуется. Ну, на... Блин, что ж я все забываю. На кремний мне потребуются печки. То есть туда нужно будет подвозить непосредственно кварц и уголь. Кварц-уголь. Потребуется мне там два склада. Надо туда еще один склад заказать. А у меня на него нету стали. Сталь тогда я сейчас заберу. Сталь вообще надо, наверное, два стака сразу взять, чтобы не бегать туда взад-назад. Так, заказываем склад. Еще один. Два склада на зеленой схемы и два склада на... Нет, два склада на сталь и два склада на... На кремний. Два склада на кремний. Еще два склада нужно на зеленой схемы. Тебя и железные балки. Железные балки я сейчас заберу отсюда. Так, балки. Все. Сейчас, я думаю, наконец-то уже все. Больше ящиков крафтить пока что не нужно будет. Сюда песок лишний нужно выкинуть. Он мне не нужен. Остался камень и дрова. Камень и дрова. Надо скинуть, наверное, вот сюда вниз. И садиться уже на паровоз и идти делать цех. Вроде как у меня все для этого цеха есть. За исключением, наверное, разве что конвейеров. Конвейеры можно забрать. Ну, пускай что-то типа того будет. Конвейеры забираем. Кстати, лишняя бочка валяется. Она мне сейчас совершенно не нужна. Надо бы ее, наверное, скинуть. Так, бочку надо убрать. Дрова убираем, камни убираем. Остальное все, наверное, в принципе, мне надо. Да, еще рельсы кончились. Рельсы тоже надо забрать. Рельсы у меня пока что здесь крафтятся. Печенье? Как у тебя дела? В лампусе тоже, я смотрю, все хорошо. Так. Это мы забираем. Ну что, поехали в поезд. Да, радует, когда фабрика по-нормальному работает. Блин. Заблудился в трех соснах. Атаки меня эти начинают немножко поднапрягать уже. Уже плеваки какие-то поехали. Скоро они, наверное, начнут рыгать в заборы и в турели. Могут начаться проблемы. Сколько у меня потребление? 41 мегабайт. Выработка 80. Пока вроде... Блин, поезда. Пока вроде все хорошо. Ну да, смотрите, разворот уже здесь начал производиться. То есть, в целом, то, что надо. Так, а мы едем, значит, вот сюда. Едем сюда. По карте я хотел посмотреть. У меня такое ощущение, что я опять что-то забыл. Ага, тут, видите, недоделано. А, ну это у зеленых с кем не доделано. Ладно, с тем местом пока что пофиг. Так, здесь вроде все хорошо. Давайте-ка поезд немножко отгоню. Немножко взад вот сюда вот отъедут. Тут, конечно, пятно еще вот это вот. Минорит. Но с этим я потом буду разбираться. Сейчас пока что не до этого. Тут у нас будет производиться кремний. Кремний нужно выпилить. Сколько у меня нано-ботов осталось? Суточка. Девадцать шесть. Под кремний опять же печки потребуется. Но печек-то тоже надо будет мало. Как и на кварц, соответственно. Потому что пока что мне в этих каких-то конских количествах это не надо. Как только потребуется, я производство, как я уже говорил, увеличу. Так, какие-то атаки непонятные идут. Пока что это все под сталь делается. В общем, кремний. Печку здесь давайте-ка заменим вот на это, чтобы примерно сориентироваться. На сорок нужно всего лишь четыре печки. То есть, рейте примерно четыре этих, пять этих. То есть, здесь можно использовать ровно точно такой же расклад. Взять на восемь печек. Просто сделать копию вот отсюда. Вообще копию вот этого всего. И точно так же поставить. В таком случае нужно отключить нано-ботов. Дальше. Взять копию. Надеюсь, я ничего не перепутал. Чтоб потом не переделывать. Ну да. Взять копию. На четыре завода. Нет, на шесть заводов возьму копию. Шесть заводов плюс столб. Блин, ладно, чуть больше будет. Вот так вот со столбом вместе. И это тупо все копируем. Копировать и пиндюрить вот сюда вот. Шлеп. Здесь сразу же меняем название станции. Так, на английском. Тебя сюда. Здесь. Сюда. И нужно вот эту хрень скинуть. И поставить сюда станцию запроса. Новую. Я не знаю, есть наверняка способ как-то попроще все это делать. Я слишком это тут перепарено как-то делаю. Но сойдет. Традиционно и гранат у меня никаких нет. Хорошо, давайте собирать. Давайте собирать наш цех. Плюс в том, что все это одинаковое практически везде. О, поехал у нас ресурс. То, что надо. Все у нас работает как по маслу. Здесь. Да, как раз таки манипулятор выгружает на правую сторону. И вот эти манипуляторы забирают с правой стороны. Так что все хорошо у нас тут. Ну а кварца сейчас тут дофига у нас будет. Песок приехал. Окей, это расставили. Так, тут ты что не устанавливал-то, а? Дружище. Блин, надо успевать. Надо успевать расставить. Потому что вообще просто горит. Просто капец как горит. Тянуть дальше некуда. Хорошо, это завели шарманку. Здесь фильтр на уголь. Здесь фильтр ставим на... Так, где-то кварц. Здесь фильтр ставим на кварц. Дальше. Сюда запрос на... Запрос на... Уголь зря стер. Ну да ладно, уголь поставлю минус 4500. Традиционно. И кварц поставлю... Я не знаю на самом деле, сколько мне здесь кварца нужно в запросе. Я поставлю 5000. Надеюсь, хватит. Ну что, включаем станцию. Так, запросы, а что ты не работаешь? Поездов свободных нет. Докатились вообще, поездов свободных нет. Поезда все у нас где-то тут катаются. Да, нужно оперативнее переходить. Ну, хотел я, кстати, пофиксить вот это вот хозяйство. Ладно, черт, не пускай здесь. Компрессия как есть, неохота. В общем, суть в чем. Ставьте просто красные ленту сюда. И на желтую у вас потом полная компрессия пойдет. Не хочу я туда ехать. Надо доделать... Более такие насущные дела. Вот эти вот. Сталь, например, вот эту. Так что поехали на сталь. Сталь, кстати, в целом производится точно так же, как и до этого у нас все производилось. То есть я опять же беру копию, ставлю туда абсолютно все то же самое, что и тут. В этом есть вообще хорошая такая простота. Главное, что не простота. Что ж, давайте продолжим делать одно и то же. Так, паровоз. Немножко отъедь, чтобы не мешалось. В общем, насчет стали. Так, кыш. Насчет стали, значит. Сталь у нас плавится в печке. Опять же, 40 печек. Но под сталь придется компоненты для стали замутить. Компоненты для стали используются только под сталь. Поэтому их нужно будет заранее сделать. Компоненты для стали у нас делаются вот. В сборочных автоматах потребуется 6 сборочников для 40 печек. 6 сборочников для 40 печек. Так, а печек у нас... Мне вот любопытно, сколько здесь у меня печей. Я все забываю. Здесь у нас... Как раз таки 40 печек. То есть вот эту схему нужно немножко проапгрейдить. А здесь... И... Не понял. Блин, тут косяк. Все круто, но переделывай. Я про этот косяк потом забуду. Поэтому давайте я сначала его пофикшу здесь. Но тут, к сожалению, наверное, не хватит расстояния. Хотя, может быть, и хватит. Так, поехали сюда. Влево 12. Наша главная задача фиксить косяки, ведь. Правильно. Че ж друг другого-то нам ведь больше нечем заняться. Остальным, да, кроме как косяки, фиксить. Такс. Ну, по длине, в принципе, понятно. По блокам... Тут, кстати, еще запас есть. Вообще, вот в этих четырех чанках нужно умещать схему будет. Ну, чтобы она у нас под формат сити-блоков наших старых влезала. Если я ничего не путаю. Да. Раз, два, три. Вот этот вот прямоугольник, два на три. Он должен содержать себе схему. Тогда проблем никаких не будет. Здесь это надо прочистить. Здесь это надо прочистить. И удлинить немножко. Все. Вот эта схема будет использоваться под сталь. За тем лишь исключением, что будет поставлено где-то на выходе производство... Производство компонентов. Производство компонентов требует у нас, как я уже сказал, сколько? Шесть сборочных автоматов. То есть, выходит линия, стоит шесть сборочников и подается материал прямо вот сюда на ленту. Так. В целом тогда можно, в принципе, переключить нано-ботов вот здесь. И это хозяйство все скопировать. Вот прямо посюду. Все. Потом я это из буфера заберу. Ctrl-L. И поехали тогда на сталь. Так. Поехали на сталь. Вот сюда. Но схема, скорее всего, не влезет по длине, потому что там придется отсыпку делать. Отсыпку... Отсыпки у меня пока что с собой в большом количестве нет. Но это тоже проблема решаемая, я думаю. Точнее даже это не проблема, она такая. Мелочь. Недоразумение. Решаемое недоразумение. Окей, приехали. Переключение у нас сделано. Устанавливаем. Нет, для начала надо подготовить все это. Давайте-ка уберем лес. Берем скалы. Иначе я потом лес начну выпиливать, и у меня опять мои постройки поломаются. Ну это... Как она так работает, я не знаю, мне непонятно. Так, отсыпка будет где-то здесь. Отсыпки, естественно, не хватит. Но это тоже проблема решаемая. За ней сейчас ведь можно съездить будет. Вообще, надо бы, конечно, какой-нибудь строительный поезд заиметь. По уму-то. Так, ну что, давайте. Ctrl-V. Так, Ctrl-V. Сюда. Здесь традиционно это убираем. Название. Меняем. И здесь название Leo100500 тоже меняем. Так, и станция запроса, реквестор, ставим вот сюда. Так, вот это нужно тоже немножко тут отключить, убрать, потому что здесь будут станки стоять у меня. Точнее, станки должны стоять вот так вот в ряд. Ну, это я сейчас переделаю. Тут, в принципе, с этим ничего сложного нет. Сейчас главное расставить все это хозяйство. Тут что-то электричества, да, не хватает. С электричеством... Так, подключили. Здравствуйте, лампочка. От тебя-то лампочка мне как раз и не хватало. Сейчас нужно пронаблюдать то, что у нас все расставится. Вот, я уже вижу, что двух погрузчиков не хватает. Так, давайте-ка я закажу. Два. Возможно, здесь тоже что-то будет не хватать. Потом придется это на ходу фиксить. Ну, кстати, хватило по расстоянию. Я прям даже рад этому. Потому что не нужно будет вот этого классического все круто напеределывать. Но у меня при этом манипуляторов мало осталось. Что-то совершенно вообще мало. Тут, кстати, видите, в чем проблема? У меня выгрузка не в ту сторону идет. Все круто, но переделывай. Наверное, еще пару роликов назад мне уже про это написали сто пятьсот раз. А я серии пачки пишу. И только сейчас это заметил. Да, это будет не развернуть. Уф, игра. Ладно. Это я переделаю. Так, тут тогда эти манипуляторы нужно отсюда убрать. Все круто, но... Так, манипуляторы. Копируем и разворачиваем. Дальше столбецкие... У меня панели опять перескочили. Неудобно. Вроде бы вот так было. Столбы, значит, пойдут у нас... Сюда. Сюда. Сюда и сюда в зад. Не хватило печек, но... Это фигня на самом деле, то, что печек не хватило. Сейчас мне нужно установить шесть станков. Это я пока что отсюда уберу. Это я пока что отсюда уберу. Чтоб она мне не мешала. Шесть. Да, шесть ассемблеров. Как бы тут лучше сделать? Знать-ка, это тоже тут немножко пофиксим. Пофиксим, перефиксим. Так, шесть. Один, два, три. Ну, примерно понятно, как сделать. Сюда будет у нас, значит, выкладываться... Как он тут называется? Компоненты для стали. Вот, на эту ленту. И с этой стороны будет то же самое стоять. Так? Даже это нужно развернуть. Давайте-ка это вырежем. Вот, пускай, ну, вот так вот будет. Здесь копируем. Дальше. Отсюда у меня будет выходить... Становилось, да? Отсюда у меня будет выходить уголь. И... Что у нас там на компоненты требуется? Железная руда и кремний. Железная руда и кремний. Уголь тогда должен отдельно где-то ехать. Здесь железная руда. Здесь у нас кремний. Железная руда, кремний. И уголь выезжает... Уголь где-то чуть повыше тогда выйдет. Под уголь нужно сделать еще один погрузчик. С углем придется тогда где-то здесь миксовать. Так, эту штуку пока оставим. Это пока уберем. Значит... Уголь и все остальное. Заходишь... Куда-то сюда. Блин, как бы здесь покрасивее-то развод сделать. Так, надо для начала вот в эти штуки подать. Так, сюда идешь. Сюда идешь. Здесь это все должно располовиниваться. Так. Тут у нас стоит разделитель. Одно вверх, другое сюда. Подаваться это будет... Сколько у нас это время? Крафт. 16 руды. Секунду. Блин, что руды-то тут дофига требуется. А сколько у нас по расчету требуется? 21, 34. Требуются руды. Так, а в этой схеме у меня сделано через погрузчики или через манипуляторы? Да, лучше тут, конечно, было бы погрузчиками. Но я думаю, у меня сейчас будет бонуса хватать от двойного манипулятора на все это дело. Плюс здесь чуть больше ассемблеров, чем нужно. Соответственно, этого должно полностью хватать, чтобы нагрузить все ресурсы сюда. И кремний, и уголь. А, и уголь тоже сюда нужно подавать. Уголь тогда... В любом случае придется здесь протащить. И в любом случае придется... Блин. Придется сделать еще одну ленту. И длинный манипулятор. Длинный манипулятор у меня в наличии. Так, сюда, сюда, сюда. И здесь симметрия. Здесь, тут и тут. Схема чуть шире получится, чем я предполагал. Но, если что, ее можно сдвинуть будет. Так, если что, ее можно будет сдвинуть. Здесь уголь идет по этой ленте. Даже вот так вот сделаю. Так, уголь выходит сюда. Здесь уголь должен сплиттером разделиться. Часть угля у нас идет... Часть угля у нас идет... Часть угля у нас идет... Так, сюда. Здесь идет уголь. Сама схема расходится в разные стороны. То есть вот сюда, вот так вот. Это убираем. Эта штука у нас выходит сюда. Уголь нужно подать сверху. И при этом еще чуть выше его направить. Каким-то... Таким макаром у нас подается уголь. И здесь нужно, опять же, сплиттером его разделить. И тогда вот эту ленту придется пускать вверх. Блин, мне очень не хочется эту ленту вверх пускать. Вот, вот, просто совершенно неохота. Нет, вверх это не то пальто. Нужно ее вниз направить. Причем воспользоваться... Смещать, наверное, придется все это хозяйство. Это не хотелось бы. Ладно, давайте я это все сместю сейчас. Вот сюда, на одну клетку вниз. Хотя, если я это сейчас смещу, вот здесь мне то же самое будет не разместить. Поэтому нужно схему не смещать, а наоборот поднимать. А вот эту нужно поднимать, наверное, вот сюда будет. Но это какая-то преждевременная оптимизация началась. Мне нужно просто пока цех запустить. Поэтому сделаю вот так. Здесь пойдет уголь. Это все будет гораздо ниже у нас находиться. Сюда. Тут пойдет разделение угля. Часть пойдет дальше, часть пойдет вниз. То есть уголь выходит сюда. Здесь оно объединилось с ресурсом снизу. Ресурс вышел сюда. Тут. Тут у нас. Отсюда выходит красный подземный. Вот так вот. И красный подземный опять же идет. Дальше вниз. Вот сюда. Чтобы он никому не мешал. Здесь через обычный желтый. Сделаем. И желтый выкидывает вот сюда. Вот. Каким-то таким образом эта хрень будет выгружаться. У нас получается три компонента. Поэтому можно поставить желтый манипулятор. Разгрузка. Разгрузка. И разгрузка. Так. Вышло-вышло. Здесь пошел уголь. И уголь еще дальше нужно направить. сюда и вот сюда вниз. Потому что изначально уголь проходит вот здесь вот. И уголь идет вот отсюда. Вот так. Тут ставим сортировку. Подаю уголь. Уголь вышел. Так. Железная руда. Кварц. Нет. Кремний. Подожди. Здесь нужно. Да. Кремний. Выехал-выехал. Перепроверяю просто еще раз. С двух сторон разделились. Это все загружается. Так. Столб. Столб идешь сюда. Уголь поехал вверх. Угля просто не очень много расходуется. Поэтому. В принципе хватает как есть. Можно конечно. По планировщику посмотреть. Да. Угля тут вообще очень мало идет. Так. Наверкаешь. И. Вот сюда вот. Все. Примерно вот такая схема. Это все можно переоптимизировать будет. То есть вот эту взять копию. Просто вверх сместить ее. Но сейчас я этого не буду делать. Я серию на этом закончу. Я сейчас за кадром сюда ресурс назначу. Как я уже назначал. Вот иначе серия у меня просто затянется. Так что всем большое спасибо за просмотр. И увидимся в следующей серии. Всем до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok